Саламу алейкум, Дагестан! Я приветствую всех, кто смотрит проект Аутадафе и веду его я, Зооргази. Сегодня у меня интересный гость, вам будет не скучно. Прежде чем я его представлю, я дал вам немного времени. В отношении они должны быть чистые от любых коррупционных сфен. С этого дня, как я им сказал, что обнуляются все заводские настройки, и мы переходим в режим открытости. В режим прозрачности, в взаимоотношениях с пациентами. Второй этап, который я им поставил, это, конечно, профессионально высокий уровень. А потенциал у клиники огромный. Итак, дамы и господа, сегодня у меня человек, которого я очень давно ждал к себе в гости, но все как-то не получалось. Прошу любить и жаловать. Ажмурат Майяевич Малаев. Саламу алейкум. Алейкум салам. Вас же не надо представлять, правда же? Вы главврач первой городской больницы. Это знают все. А вот по регалиям заслуженный врач РД... Да. Заслуженный врач РД. Заслуженный врач РД. Преподаватель кафедры. Кандидат медицины, доктор медицины. К сожалению, нет. К сожалению, ни то, ни другое. Хотя все уже подготовлено для этого. Но моя, наверное, лень не скажу, наверное, не организованность именно в этой части. Пока не вышел на финишную прямую. Но мы скоро произойдем. Ну вот, а не обидно бывает, когда вот вы знаете, что вы заслуженный человек, и это звание, как бы, оно должно быть ваше, да? Обидно нет. А вы видите, кому дают? Обидно нет. Я думаю, кому дают, наверное, заслуженные, они в этом успешны. Мне не обидно. Вот сто процентов нет. Слушайте, дай бог вам, конечно, здоровья, но когда я вижу, кого делают заслуженными журналистами, мне почему-то хочется выскочить из штанов и проорать, господи, что вы делаете? Ну ладно, это уже другая история. Хорошо. Главный, наверное, вопрос, с которого я всегда начинаю диалоги с врачами. Врач – это миссия или профессия? Для меня миссия. Хорошо. А вы бы готовы были работать без зарплаты, если это миссия? Я – да. Так. А вы себя, в общем, без этой профессии не представляете? Нет. Абсолютно нет. Я не только себя на это настроил, что врач – это миссия. Я это проговариваю коллективу, врач – это миссия. Я это проговариваю своим студентам, что врачевание – это миссия. Лечить, учить и судить – это профессия от всего шнего. Есть ли, на ваш взгляд, люди, которым бы вы закрыли дорогу в профессию, ну, в силу их человеческих качеств? Да. Какие это качества? Отсутствие доброты и с испорченным намерением. Я бы запретил таким людям заходить вообще на эту стезю. Мы пока не имеем, может быть, законных моментов, чтобы это запрещать. Нет, это личное мнение. Личное, да. Я бы спокойно это сделал. Если я столкнусь с этим, и у меня будет возможность это остановить, и я этого человека выведу из профессии. Вернее, освобожу его, да? Освобожу людей от него. Понятно. Ну, тут, смотрите, есть еще один нюанс. Вы говорите о доброте. В данном случае идет в смысле эмпатия, сострадание, да? Конечно. Но тут другой вопрос. Люди, которые пропускают чужую боль через сердце, они сгорают очень быстро. Вам не жаль людей, которые слишком уж там чужую боль в себя забирают? Ну, это же наша миссия. Мы же говорим о миссии, когда человек выполняет миссию, и слово выгорание для меня несовместимое. Мы часто говорили об этом со своими друзьями, коллегами, со своим коллективом. Мы часто проговариваем слово выгорание. У меня есть своя психологическая служба, где мне рассказывают, что вот есть элемент выгорания. Мы их перенастраиваем. Я обожаю эту тему с психологами. Это очень, на мой взгляд, это очень дальновидно, когда вы предлагаете врачу возможность освободиться от негатива. Потому что у нас есть профессии, например, полицейские, да? Которых бы я, например, обязывал бы посещать психологов. Потому что когда ты все свое время в негативе, у тебя там формируется, наверное, своя профессионально-психическая деформация. Вследствие чего ты на всех людей смотришь, как на преступников. А, кстати, а вы смотрите на людей, как на больных? Как на пациентов? Нет. Это мое личное, конечно, понимание человека. Для меня, кто бы ни пришел ко мне лично на прием или с кем я сталкиваюсь, для меня это человек, который в силу различных причин заболел. Он несет вот эту болезнь. Наша задача – освободить его от боли. От боли, первое. Это стопроцентно боль. Но боль же бывает разная. Боль бывает физическая, легче всего, которую снять. Боль бывает душевная. Это немного сложнее. Вот наша задача, чтобы каждый врач мог найти ключи, слова, чтобы снять немного и душевные, в том числе душевные страдания. Вот вы говорите, и такое ощущение, что вы как будто бы не отсюда. Вы как будто бы не из Дагестана. Вы как будто бы не в курсе наших социальных норм, которые не включают в себя вежливость, какую-то даже куртуарность. Я абсолютный продукт Дагестана. Абсолютный продукт Дагестана. Я думаю, Дагестан лучше, чем точно я. И мозаика не собрана. Я часто об этом говорю. Дагестан – это мозаика, к которой должен прийти человек и собрать ее. Красивую мозаику. И мы зацветим красиво. Она местами уже прослеживается. Тенденция как бы к этому идет. Я думаю, осталось совсем чуть-чуть, когда мы перенастроим отношения друг к другу из уважения друг к другу. Все у нас тогда все получится. Вы говорите такие хорошие слова, такие правильные. Это так приятно слышать о себе. Ну, наверное, вы врач, вы знаете людей с очень неожиданных сторон. А может ли плохой человек быть хорошим врачом? Я думаю, нет. Почему? А, например, диагност? Вот ему не надо, например, общаться с людьми. Он поставил свой диагноз. Никто не отменял интуицию во врачевании. А интуиция, она всегда идет от погружения в процесс. Человек, любой разумный человек, когда он занимается своим делом, через свою профессию он может познать Бога. Если плохой человек, может быть плохой человек верующим? Ну, конечно. Сложно, правда же? Нет, почему может быть? Ну, хорошо, террористы, которые взрывают. А же, Мурат Магеневич? Да, да. Нету там Бога, там Бога нет. И понимания Бога нет. Сто процентов. Хороший человек, это всегда человек, который все-таки задумывается, погружается в процесс понимания себя в этой жизни. Он же рассуждающий человек, любой врач это философ, в первую очередь. И через философию Бога он может понять человека, даже если он диагност. А просто сухая диагностика, это же не диагноз. Обязательно надо разговаривать с человеком и обязательно понять причину, источники проблемы. Поэтому для меня хороший человек – хороший врач, плохой человек – плохой врач. Просто, ну, вы, конечно, можете это как-то по-другому сформулировать, но мне кажется, что если человек внутри добрый, благородный, то и вера в нем будет такая же добрая и благородная. Вера, простите за сравнение, она как пальто. Вот на мою кривую спину, какое пальто не надевай, оно все равно будет вот эту форму принимать. А если человек благородный, если спина ровная, человек надевает на себя пальто, да, и оно на нем и сидит красиво. Вот мне кажется, что все-таки люди во многом и рождаются тоже с каким-то злом, я не знаю, или с каким-то добром, с каким-то светом. Потом воспитание это все корректирует, и вера это все корректирует, да. И если человек изначально злой, агрессивный, там, на уровне гормонов, мне иногда даже кажется, это происходит, потом он берет, знакомится с верой, да, и он в этой вере находит то, что делает его еще злее. А добрый человек, он в этой вере видит тоже что-то очень доброе и светлое. Поэтому, не знаю, наверное, у вас свой взгляд на эти вещи. А вы ни одного хорошего доктора, хорошего доктора, я думаю, не приведете к примерам, что он плохой человек. Ну, я могу привести, Ажмурат Магенович, но я не хочу это делать под камеру. Но доктор, он был гениальный, а человек, он был откровенно нехороший. Студентами говорю, не важно, кто будет на вашем пути стоять, важно, как ты к этой жизни относишься. Если у тебя внутри чистые намерения, что ты можешь вот это исправить, и потом, чтобы это стало твоим лейтмотивом на всю жизнь, вот сейчас намерение, оно вытачивается. Вот это намерение, оно является основой. У вас будет плохое намерение, ваша жизнь будет плохой. У вас будет чистое намерение, вы с чистым намерением зайдете в эту жизнь. С чистым намерением всегда жить хорошо. Вы увидели, люди, когда умирают, цена жизни оказалась не такой большой. И закончится. И у вас закончится, и у нас закончится. А вот когда с чем мы придем, вот самый большой вопрос. И когда Всевышний на вас одевает белый халат, это означает, что вы с намерением, чистым намерением заходите к этому человеку, помогать созданию Всевышнего. Вот это вы никогда не должны путать. Гажем Ротмагович, откуда взялся ковид? Была разная, разная теория. Сейчас все больше уже и ученые проходят мнение, что он искусственный все-таки. Он сбежал из лаборатории в Ихане. Сбежал ли, поставим так вопрос. Но вот где-то, что он искусственный, все больше и больше уже об этом говорят. Слушайте, а вы вообще были готовы к тому, что у нас на нас навалится вот это тянувское видо? Нет, конечно. Конечно нет. Мы проводили работу подготовительную, вся республика проводила, наверное, вся страна проводила. Все понимали, что он потихонечку из Европы уже заходит в страну. И все медицинские организации условно готовились. Но никто не знал, что обрушится цунами. Все думали так, волна там, несколько баллов. А он обрушился вот в буквальном смысле, как цунами. Вы ожидали, что такое будет, вот такие последствия будут у нас в Дагестане? Нет. Почему он так распространился? Это вот следствие чего? Нашего образа жизни, нашей максимально сближенной социальной дистанции, нашей какой-то гигиенической распущенности, так я это назову, неумение мыть руки или что-то такое. Почему вдруг вот так? Ведь это один из самых пострадавших регионов на душу населения по России. Нет? Ну, конечно, это задача исследования институтов. Понимать, почему именно в Дагестане он приобрел такие формы. И почему именно в Дагестане он так свирепствовал. Я его по-другому не могу назвать, что он не свирепствовал. Да, он свирепствовал. И что надо было предпринять. Ведь много теорий по поводу ковида, что он генетически избранно поражал определенную группу. Причем это же не было направлено, условно говоря, ковид не был создан против дагестанцев. Ну да. Да, он не был создан против дагестанцев. Но почему вот именно у нас это предмет исследования. Мы часто говорили и во время ковида, и после него, что нужна аналитика, глубокая аналитика в каждом регионе. В каждом регионе. Почему так случилось в том или ином субъекте. Вот ситуация такая, когда мы столкнулись с тем, что люди просто не верят в то, не верили в то, что ковид реально опасен. Когда мы говорили, мыть руки, носить маски, носить перчатки, будьте осторожнее, держите социальную дистанцию. Мне кажется, мы говорили об этом в пустоту. И тут и над нами тоже потешались. Потому что, когда известный блогер начал говорить на всю свою огромную аудиторию о том, что я позвонил в больницу, а в больнице мне сказали, просто посмеялись, когда я спросил про ковид. И все такое. Ну вы помните эту историю. А потом, как пошла скорая за скорой, и ваша больница не уместила всех заболевших. И централка была полна, инфекционка была полна. Вот есть вообще убеждение у вас или подозрение в том, что уроки извлечены из этой ситуации? Очень надеюсь, что да, что уроки извлечены. Но по ощущениям, по моим личным ощущениям, что этого нет. История ковида, почему люди, пока локдаун не объявили, никто не останавливался. Я считаю, что правильно было решение объявить локдаун тогда. Надо было жесткими мерами прям пресечь любые передвижения и любые сборища людей в той или иной форме. Это надо было остановить. И людям надо было говорить изначально прям вот всю правду, которая самая жесткая, самая тяжелая правда. Ну вот мы о чем говорили же. Мне кажется, надо было уже вот, наверное... Трупы им показывают, что ли? Не знаю форму. Форму не знаю подачи, какую обязательно надо говорить. Любой человек, наша задача, вот мы с вами проговаривали про это, задача врачей, задача журналистов, задача власти говорить правду населению. Просто я не хочу вас как бы грузить ненужной совершенно для вас информацией. Просто если раньше был там один-два канала телевидения, и весь народ их слушал, сейчас огромное количество информационных пузырей, люди сейчас в своих пузырях, до них достучатся огромная проблема. Вот в этом же и проблема получилась, что одна часть говорила, что ковида нет, вы не бойтесь, это все фейк, это все придумали власти. А власть говорит, он смертелен, люди умирают от этого, и врачи говорят об этом. И вот здесь возникает, куда человек пойдет, что, о чем будет думать. Вот он же задумался, люди задумались только тогда, когда она очень жестко ударила. и это стало очень сильно больно для населения, а боль – хороший учитель. Я помню историю, когда на свадьбе танцуют три взрослые женщины, сестры, ну, где ковид, приходи ковид, ой, да, никакого ковида нет, потом обе умерли, из троих, две сестры умерли, и у одной из танцевавших, там сын и муж погибли от ковида, да, там просто вот к сожалению, одной из семьи. И таких историй, я так думаю, не одна. Каждая свадьба заканчивалась обязательно потерей среди родственников. И после каждой свадьбы к нам поток пациентов увеличился. Они вам говорили о том, что… Да, уже находясь уже в клинике, они реально говорили, что у нас ощущение, что ковида не было, пока мы сюда не попали. И вот когда они увидели сами на своём примере и о том, что переполнена клиника этими пациентами, вот тогда возникло уже у них ощущение правды. Но пока вот она слишком близко не подошла. В некоторых случаях трагедии, в некоторых случаях большими потерями среди знакомых, близких, родственников. Ну вот правда очень близко подошла. Вот это, наверное, надо было увидеть личным примером. А вот, да, оказывается, это непростая проблема. Так, вы можете назвать виноватых в том, что пандемия COVID-19 в Дагестане распространилась так широко, что понадобилось виновные и есть. Вот мы говорим об общей вине, об общей ситуации. А вот конкретно вот виновен там начальник управления по информационной политике, виновен гендиректор РГВК, ГТРК. Вот так мы можем назвать вот пальцем показать на людей? Нет, там виновных нет. Это абсолютно правда. Потому что никто не хотел, чтобы кто-то умер. Никто не хотел каких-то трагичных изменений. Это абсолютно правда. Потому что вот каждый оперштаб, я знаю, я участник этого оперштаба, власть проговаривала буквально все. Реально, без ложного всего. У вас было достаточно лекарств? Да, у меня было достаточно лекарств. Я думаю, что по лекарствам были проблемы, однозначно по всей стране же это было только, не только у нас. И были моменты с очень большими сложностями, когда нам приходилось уже обращаться вплоть до главы республики, чтобы была помощь и из каких-то резервов правительства страны нам отпускали все эти лекарства. Потому что такого количества, я думаю, что на самом деле такого наплыва пациентов, как у нас, мало, может, в каком регионе это было. Хотя везде сложность была. Ну, видимо, наши какие-то социальные нормы, особенности. У нас национальная особенность. У нас национальная особенность. Если на свадьбу, то на свадьбу, если на похороны, то на похороны. И мы очень больше таким коллективизмом, наверное, отличаемся по сравнению с другими. Понятно. Еще вопрос к вам, как к врачу и как к человеку, который, наверное, по ковиду, наверное, самый большой специалист в Дагестане. Почему, на ваш взгляд, в каких-то странах, допустим, в Германии и в Италии был жесткий локдаун, а в Швеции, например, был локдаун помягче. Там практически не вводилось ограничительных мер, там вот только стариков они пытались как-то отделить. И Швеция относительно мягко прошла через ковид. Например, Италия и Германия довольно-таки жестко. Франция тоже жестко. И Испания жестко. А вот в Швеции было полегче. Хотя там ограничений практически не вводилось. Есть версии? Помните притчи про двух ангелов? Нет. Встретились два ангела. Один другу спрашивает, ты куда? Я иду в этот населенный пункт, там нужно 5 тысяч душ забрать от болезни чумы. Ну все, разошлись. Но обратно, когда шли обратно, опять встретились. Ты же сказал 5 тысяч, почему 15 тысяч забрал? Я, говорит, своих 5 тысяч забрал, остальные 10 от страха умерли. Понятно. Да. Вот для меня это тоже большой секрет. Белоруссия никогда не принимала... Никогда. Знаете, в 21-м году я был в Минске. Никаких ограничительных... Для меня вот это поразительно. Я не видел по Минску огромный миллионный город, чтобы скорой так с сиренами проходили, как у нас в Махачкале. Вот для меня это было откровение. Но с другой стороны... Вот я хочу... Это же... Я вот когда говорю, что нужно исследование этого процесса, он исследует не только медицинского аспекта, социального аспекта, духовного аспекта и так далее, и так далее. Вот ведь сложность же в этом оказалась, если пришлось вмешаться президенту страны. В какой регион такого вмешательства было? Ну да. Это же говорит о чем-то. И вот почему именно в Дагестане такой взрыв произошел, вот нужно исследовать. Я не готов на этот вопрос ответить. Для меня была узкая задача, поставленная передо мной государством, в клинике организовать, перепрофилировать на тысячу коек. Что мы и сделали. По поводу Швеции, по поводу Германии и Италии, это довольно-таки разные страны, несмотря на то, что и то, и другая Европа. В Швеции дети 18 лет уходят из дома и ведут свою жизнь самостоятельно. Поколениями они под одной крышей не живут. В Италии люди живут поколениями в одном доме. Ушла молодежь веселиться куда-нибудь в ночной клуб, да, потом она возвращается домой, а дома у них старики. Они до 32, до 35 лет живут со своими родителями. И вот так там вот молодые приходят домой, старики вроде как на самоизоляцию, потом заражают своих стариков, старики ковид не переносят. и вот где-то может быть и по этой причине тоже. Да, вот вы правильно говорили, есть какие-то социальные нормы, которые делают нас уязвимыми к такого рода болезням. Ажмурат Магич, система здравоохранения, которую бы вы назвали самая эффективная на ваш взгляд? Платная, бесплатная, страховая и все такое? У нас опыта другой системы нет, вот самая наверное эффективная была все-таки советская система здравоохранения, она была бесплатной. Нет, она была бесплатной для людей, но государству бюджет вкладывалось. Знаете, интересную систему здравоохранения я ознакомился в Сингапуре. Там абсолютно бесплатной медицины нет вообще. Человек покупает страховку, государство максимум, что его может оплатить это 80%. То есть 20% человек все равно будет платить за себя. При этом государство скорее всего повышает его уровень ответственности по отношению к своему здоровью. То есть в любом случае 20% он будет платить. В общем бухать жрать вредную еду. Конечно. Вести нездоровый образ жизни. А потом сделайте меня молодым, здоровым. Ему экономически нецелесообразно. Невыгодно. Невыгодно. Вот чисто материально невыгодно будет. Поэтому когда мне если меня спросить вот эта система мне заимпонировала. Вот абсолютно когда бесплатно цены нет. Если все платно это вот бременем ложиться на человека. А если вот 20% он отвечал бы вместе с государством за свое здоровье, то мы были бы партнерами. Так как вы относитесь к платному здравоохранению, к платным услугам? оно есть. Оно есть. Я что понимание было я вообще из платной медицины зашел в государственную. Я был организатором и создателем центра своего. Потом я ушел в государственную систему. Находясь в государственной системе я не приемлю платные услуги. Хотя многие коллеги со мной не согласятся. Но я хочу то, что если государство предлагает бесплатно, чтобы она для человека осталась бесплатной. А в платную медицину человек заходил исключительно добровольно. высокими технологиями. Исключительно добровольно. Вот он хочет не просто высокие технологии, но он хочет, чтобы отдельное персональное сопровождение. облизывали. Идите в платную. Скажите. Скажите так, это будет так. Все замечательно. но если он заходит в государственную систему, где здравоохранение бесплатно, я ратую за то, чтобы оно было бесплатно. И чтобы руководитель не соблазнялся загонять его в калитку платных медицинских услуг. Но это дозволительно. Слушайте, а вам не кажется, Горярж Мурат Магиевич, что справедливо было бы, чтобы богатые люди оплачивали свое учебу, свое лечение сами. Так, как им нравится. А средний класс или бедные, у них денег нет. Хотя, в принципе, и те, и другие платят налоги. И, наверное, они имеют право на бесплатные услуги. я сторонник все равно, чтобы ответственность была на человеке, материальная ответственность, на нем хоть какая-то была, маленькая часть, но пусть будет. Тогда он не вел бы беспечный образ жизни. Вот в этом. А человек, я думаю, очень богатый человек, он в основном и лечится в платных клиниках. Сейчас, слава богу, в стране появились очень крутые платные клиники, где он может себе позволить оплатить свое лечение на очень высоком уровне. Ну, когда вы говорите об ответственности, вы как бы подразумеваете то, что люди обладают пониманием связи между их поступками и последствиями. Абсолютно правильно. Вот вы как-то предполагаете? Я хочу, чтобы оно так было. Хотелось бы, чтобы оно так было. Вот это мне нравится. Вот это хотелось бы, чтобы оно так было, но, к сожалению, это не так. И человек может просто вызвать скорую помощь, чтобы ему померили давление или померили ему температуру. Это не возобновляется. В некоторых западных странах там вообще скорой нет. Там скорой нет, абсолютно правильно. А если ты вызвал скорую и скорая была условный ложный вызов, ну там, почешите мне за ухом, ты оплачешь всю стоимость вызова. Сразу страховка приходит. Все-таки в страховой медицине у меня понимание, хотелось бы, чтобы там было ответственно всех сторон участников процесса здравоохранения. просто просто когда вы так говорите, я понимаю, что вы абсолютно правы, да, но правда такова, что наши люди не всегда видят связь между сегодняшними своими действиями и их последствиями. Например, вот в ситуации на дороге, вы можете ответить, если. Нет. Например, в ситуации на дороге, человек на большой скорости вылетает навстречку, и в каких-то случаях он может пролететь, а в каком-то случае он сталкивается лоб в лоб в какую-то другую машину и погибает. Ну, и спрашивается, а ты не знал, что нельзя вылетать навстречку на полную скорость, но все равно же вылетает. Та же самая история с наркотиками, но кто не знает, что наркотики это зло, что, допустим, тот же самый мюфедрон два приема, и ты уже от этой зависимости не избавишься. Да, вот я сторонник, чтобы все-таки государство немного вмешивалось даже в то понимание самое дорогое, то, что есть для человека здоровье, чтобы оно регулировало этот процесс, потому что осознанно человек этим не занимается. Представляете, вот главное богатство любой страны это что? Народ, люди. Люди какие? качественно здоровые люди. Тогда вопрос будет стоять не просто ожидаемой продолжительности жизни, а о качестве жизни и в конечном итоге народосбережения. Но тут есть еще один момент, не всякий народ это богатство. Все-таки народ должен быть образован, воспитан, должен обладать какими-то социальными навыками, потому что извините, пусть это звучит с моей стороны по-российски, но если этот народ, который легко убивает друг друга, не образован, к санитарным нормам не приучен, его цена и цена народа, который образован, который умеет выстраивать вокруг себя качественную, удобную жизнь, это немножко все-таки разные вещи, мне кажется. Мы исходим все-таки из понимания идеального общества. Мы все хотим построить солнечный город. Наверное. Все хотим жить в солнечном городе, где люди будут образованы, воспитаны, здоровы и умирали просто потому, что срок жизни закончился. Я очень рад, Магенович, вот вы увидели во время ковида много смертей. Наверное, видели их и до этого, и после этого. Мне кажется, что огромное количество людей умирает от невежества. Они не вовремя пришли к врачу, обратились, они не помыли руки и заразились какой-то дрянью, они не вскипятили воду и выпили то, что пить не надо было и так далее. Люди умирают от невежества. И, может быть, для кого-то другого это будет уроком, может быть, общество избавляется от не самых своих лучших членов, так мы это назовем. Как бы это сейчас по-российски и гнусно с моей стороны не звучало. А что думаете вы по этому? я думаю, что вы специально его так жестко закрутили. Для меня все-таки жизнь человека очень дорогая. А в жизни самое дорогое это даже один день. Вот цена одного дня в жизни разумного человека очень высока. Разумного? разумного человека. Но тот, кто не может помыть руки, надо обучать. Я все равно сторонник и исповедовать, и проповедовать. Они не слышат. Они вас не слышат. От нас должно произойти все те действия, которые приведут к какому-то благу. посмотрите, человечества. 124 тысячи пророков мир им всем. Всевышний отправил нам людей, которые поведут нас к лучшей жизни, которые изменят нашу жизнь. Это лучшие создания человечества. Люди все равно живут так, но задача, чтобы мы донесли до них, а там выбор Всевышний оставил каждому человеку. Но мы должны все делать для того, чтобы его лечить, для того, чтобы его принять уже в любом состоянии. Вы сказали, много видел смерти. Да, я, к сожалению, увидел смерть и очень близких людей, и очень достойных людей, трагичных историй. Я очень много увидел. Это рана, которая никогда не заживает. Она даже шрамом не покрывается. Вот тот, кто прошел это, у него даже шрама не будет после раны. Нет, она всегда зияющая будет рана. Она тяжелая вещь. Это осознать очень тяжело. И задача, которую мы поставили друг перед другом, мы как будто клятву дали, и это реально клятва врача, бороться за каждый час жизни человека. даже вот этот час, который мы продлим ему, хотя понимаем, что может быть уже какой-то исход надвигается, чисто теоретически он уже должен приближаться, мы будем до последнего часа биться за него. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова